Нам нужно научиться слышать Божий голос, понимать Его волю для нас. Кругом так много страха, так много беспокойства, что нам особенно важно слышать, что говорит Бог к нам в это время. Субтитры создавал DimaTorzok Я вам уже не раз говорил, изменения должны произойти не в неверующих людях в миру, а в Божьем народе. Это время дано для нас. Я хочу поговорить о сердцах верующих людей. Бог смотрит на свой народ, они в центре всех его планов. Первое послание Петра 4, глава 17 стих говорит, «Ибо время начаться суду с Дома Божия. Мы же, находясь в церкви, думаем, что суд начнется где-то в другом месте. У нас даже есть список мест, достойных осуждениям, где угодно, только не здесь. Но мы верим Библии, и там написано, что суд должен начаться с нас, с наших сердец и наших жизней. Если мы захотим измениться, Бог сделает все возможное, чтобы помочь нам в этом». Через все Писание проходит один принцип. Бог дисциплинирует своих детей. Вы верите, что Дух Святой знает обо всем, что происходит на этой земле? Я вас уверяю, что это действительно так. И сегодня я хочу прочитать вам из книги Иезекииля, 7 главы. Это 8 и 9 стихи. Это не самое приятное. Место Писания. Бог говорит через пророка, почему люди оказались в проблемах. Мы читаем израильских пророков не просто для того, чтобы знать историю. Роль пророка не только говорить о будущем, но и открывать людям мнение Бога об их настоящем. Читая, что Бог говорит тем людям, мы можем представить, что Бог думает и о нас, потому что Бог не меняется. Как Он дисциплинировал Свой народ в Древнем Израиле, так же Он поступает и в 21 веке. Итак, послушайте. Это Бог говорит Своему народу. Книга Иезекииля, 7 глава, начиная с 1 стиха. «И было ко мне Слово Господне, и ты, Сын Человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевый конец, конец пришел на четыре края земли. «Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут». Вы можете себе представить, как Бог дисциплинирует Свой народ. Сейчас гораздо популярнее мнение о Боге любящем, добром, поддерживающем, дающем надежду и радость. И это все правда. Но это не полное представление Его характера. В Библии нам говорится, что Бог — Судья всей земли. В следующей главе, 17 стихе, сказано. И сказал мне, «Видишь ли, Сын Человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь?» Язычники поступали так, потому что не знали Бога. Они не были научены. У них не было храма, пророков и законов Моисея. Но как мог дом Иуды творить такие дела? Я думаю, многое, что произошло в этом году, было для того, чтобы пробудить нас. Мы слишком долго, спокойно сидели в церквях и пели гимны. Мы смотрели на другие церкви и думали, что мы лучше. Мы превозносились над теми, кто не сидел с нами в церкви. Наши сердца должны измениться. Мы уже начали действовать. Мы молились весь этот год, стояли на коленях в молитве и покаянии. Но мы еще не закончили. Бог меняет нас, готовит нас, чтобы мы могли сыграть свою роль перед Вторым пришествием. А вы готовы? Не читайте Иезекииля со страхом. Бог возвратил свой народ из плена и воздал их пленителям за то, что они были жестоки с израилетянами. Наши будущие определяют не выборы, хотя они, конечно же, влияют на нашу жизнь, права и свободы. Я не призываю вас не участвовать в общественной жизни, но я говорю, что наша цель выше. И возгласил в уши Мои великим глазом, говоря, «Пусть приблизятся к карателям города каждый со своим губительным орудием в своей руке». И вот шесть человек идут от верхних ворот. Это видение Иезекииля о Иерусалиме. И пришли и стали подли медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в вольненную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак, пройди посреди города и найди тех, кто скорбит о грехах народа». Я надеюсь, что вы скорбите о грехах нашей нации и нашего общества. Мы больше не можем это игнорировать, говорить, что это не наши проблемы, не наша вина. Не все в Иерусалиме участвовали в мерзостях и разврате, что царил в городе, но они также страдали. Мы наивно полагаем, что если мы не участвуем в беззакониях, то это нас и не касается. Но наша задача — быть светом и солью земли. Мы дети царя. Характер Бога представлен в Писании. Он сочетает милость и справедливость. Это две стороны одной монеты. Нельзя иметь одно без другого. В этом году мы учимся жить в согласии с Богом. Не просто ходить в церковь, посещать служения по выходным, делать иногда пожертвования, а спрашивать у Бога, «Как я могу жить в согласии с тобой? Я не хочу ничего скрывать. Я отдаю тебе всю мою жизнь». Писание говорит, что справедливость и милость — это две неотъемлемые черты характера Бога. Исход, 34 глава, 5 стих, описывает, как Иосиф выводит евреев из рабства. Сошел Господь в облаке и остановился там близ Него и провозгласил имя Ягова. И прошел Господь пред лицом его и возгласил, «Господь, Господь — Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». И здесь мы видим две стороны характера Бога — Его милость и Его суровую справедливость. Почему мы боремся с этим? Может быть, потому, что нам неприятно об этом думать? Эти стихи говорят о Боге, что Он — милостивый, милосердный, долготерпеливый, благой, верный, сохраняющий милость в тысячи родов и прощающий вину. Но также Бог не оставляет ни одного виновного без наказания. Не оставайтесь в неведении. Вы живете в доме, который дал вам Бог. Иисус Господь в вашем доме, так же, как и в церкви. Бог дал мне еще один день под солнцем, и я проживу его во славу Божию. Проживу во славу. Мои ресурсы не принадлежат только мне одному. Они даны мне Богом в управление на время. На время, на этой земле, я только распорядитель. Он дал мне эти ресурсы для своих целей и своей славы. Ну и еще одно место Писания, которое говорит нам о характере Бога, это книга пророка Наума. Третья глава, первый стих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. Опять та же мысль. Так же и в Новом Завете послание к римлянам, одиннадцатая глава, двадцать второй стих. Итак, видишь благость и строгость Божия, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Наш Господь — это и Спаситель, и Судья. Он ожидает, чтобы у нас были такие же стандарты, как и у Него. Церковь не очень хорошо справляется в этом аспекте. Не стоит полагать, что Бог в своей милости забудет о справедливости. Он может смилостивиться, но Он справедлив. И мы надеемся на Его справедливость, когда она нам нужна. Он — единственный источник справедливости на земле. Сейчас многие требуют именно справедливости. Мы не увидим справедливости, если отринем закон Бога, Его Слово и принципы. Если кто-то предлагает вам справедливость, он просто обманывает вас. Справедливость исходит от Иисуса. Мы видим ее, когда люди изменяются под воздействием силы всемогущего Бога. Самый важный урок этого года заключается в том, чтобы мы научились слышать Божий голос, понимать Его волю для нас в этой земной жизни. Кругом так много страха и беспокойства, что нам особенно важно слышать, что Бог говорит нам в эти последние времена, прямо сейчас. Мы должны знать истину и уметь слышать Бога. Бог говорит с нами по-разному. Это Божий промысл. В человеческой истории Бог по-разному обращался к людям. Во времена патриархов Бог имел дело с отдельными людьми и их семьями. Давая свои заповеди Моисею, Бог имел дело с целым народом. А Новый Завет был заключен уже со всем человечеством. В Царстве Божием будут люди из каждого народа, языка и племени. Но Бог ждет личного ответа от каждого человека. Через все Писание проходит неприходящее требование к Божьим людям, чтобы его народ слышал его голос. Исход 15 глава. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет». Иврит, древний язык, он не такой и сложный, как древнегреческий, на котором написан Новый Завет. И на иврите тут написано «слушай слухом». Обычно повторение слова усиливает значение, но тут, скорее всего, сказано «слушай внимательно». Бог говорит «если ты будешь слушаться внимательно, я буду хранить тебя». Мы уповаем много на что. Кажется, что у нас такая хорошая система здравоохранения, что нам не нужно молиться за больных, но мы молимся. Ты веришь в молитву или в лекарства веришь? И ответ «да». Что за глупый вопрос? Я молюсь за врачей и с врачами перед приемом лекарства. Я благодарю за них. Даже прежде, чем отдать машину в ремонт, я молюсь. Причем многое. Люди разделяют свою жизнь на мирское и святое и ограничивают при этом Бога. ведите бизнес открыто, приглашайте в него Бога и просите его помощи. Я говорю о нас, верующих. Не смотрите друг на друга. Исход, 19 глава. Та же идея. Моисеев зашел к Богу и возвал к Нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым». Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Недостаточно было просто быть с потомком Авраама, Исаака и Иакова. Им нужно было внимательно слушать голос Бога. Так же и нам. Недостаточно сидеть в церкви с Библией. Нам нужно слушать голос Бога. Что Бог скажет нам сегодня? В первую очередь Он обратится к нам. Об этом говорит и Новый Завет. Люди говорят, что не любят Ветхий Завет, потому что там Бог жестокий. Но вы читали Новый Завет? Евангелие от Иоанна, 10 глава, 3 стих. Ему предверник отворяют, и овцы слушаются голоса Его. И Он зовет Своих овец по имени и выводит их. И когда выведет Своих овец, идет перед ними, а овцы за Ним идут, потому что знают голос Его. За чужим жене идут, но бегут от Него, потому что не знают чужого голоса. Мы научены неправильно. Нас учили, что нужно найти свое место в группе, и можно бездумно следовать за тобой. Это плохое учение. Вам нужно научиться слушать, видеть, что делает Бог. хорошо знать Библию, чтобы ходить в истине и слышать голос Бога. А теперь Евангелие от Иоанна, 10 глава, 16 стих. «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привезти, и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один пастырь». Иисус говорит, что язычники тоже будут в царстве. «Язычники научатся слушать Мой голос». Это, кстати, о нас. «И будет одно стадо и один пастырь». Это не умаляет иудеев. Мы в долгу перед ними. Без них у нас не было бы ни Писания, ни Пророков, ни Заповедей, ни Мессии. На вратах Нового Иерусалима написаны имена 12 колен Израиля. Неловкий момент для антисемитов. Иоанна, 10, 27, «Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за Мною». Мы слышим Его голос. Он знает нас, и мы следуем за Ним. Это простое уравнение, но оно четко описывает нашу жизнь. Бог знает вас лично лучше, чем пастор, чем лучший друг. Бог знает ваши мысли и намерения, и мы следуем за Ним. Так что скажите Богу, «Я хочу идти за Тобой». Несмотря на обстоятельства или мои планы, Господь, что Ты хочешь, чтобы я сделал? Где мне надо быть? Этот год должен был пробудить нас. От привычной рутины не осталось и следа, не так ли? Ни на что нельзя положиться. Мы закалились, стали смелее и возвысили свой голос. Замечательный год. В завершение хочу сказать вам еще кое-что. Доказательство того, что вы слушаете, это послушание. Если вы не ходите в послушание истине, то вы не слушаете голос Бога. Пожалуйста, не обманывайтесь в таком случае. все просто не усложняйте. Будьте послушны истине, и Бог раскроет вам тайны царства. Если Он сможет доверить вам истину, то Господь снабдит вас из Своей силой. Общество смотрит на церковь, как на собрание хороших людей, но нам не надо быть просто хорошими людьми. Мы должны быть Божьим народом, чтобы люди говорили на них Дух Божий. Итак, признаки того, что вы слышите Бога. Первое послушание, второе быть на связи. Вы должны быть на связи, общаться с Богом и с другими верующими людьми. Вам не справиться в одиночку. Спасение это личное переживание. но везде, где в Писании говорится о христианской зрелости, упоминается сообщество тела Христа. Мы растем вместе. В этом году чрезвычайные обстоятельства вынудили нас проводить собрания на улице в любую погоду, но мы были вместе и были в безопасности. Нам нужна связь с Богом. А также нам нужна связь друг с другом. Далее номер три. Это сконцентрированное внимание. Вы не можете слышать Бога, если отвлекаетесь на что-то. Вы скажете, что очень занято. У вас много дел. Я знаю. Но если вы слишком заняты для Бога, тогда вам придется справляться со всеми трудностями самим. Сложно слышать с Бога, если вы не научились различать его голос. Невозможно понять, что делать с Голиафом, если до этого вы не побеждали льва и медведя. Сконцентрированное внимание необходимо нам, чтобы слышать с Бога. также важно понимать, что услышанное вами определяет ваше будущее. То, что вы слышите, определяет прежде всего ваше будущее. Если вы слишком заняты для того, чтобы слышать Бога, читать Библию, общаться с верующими, то, что же вы в таком случае слушаете, ответьте. Покажите мне ваш ежедневник, и я скажу вам, где находится ваше сердце. И даже люди в церкви часто слушают не Бога, а свои эмоции, просто своего плотского человека. И вот в этом году Бог встряхнул нас, чтобы мы очнулись хотя бы на мгновение. Не позволяйте чужим голосам давать руководить вами. Нечестивые разного рода советчики могут и вас привести к нечестию. То, что вы слушаете, определяет ваше будущее, поэтому будьте предельно внимательны. Бог движется по земле, Он готовит Свою церковь, Он пробуждает нас, и Он же сохранит нас во время всех потрясений. Мы увидим великую жатву. Люди придут ко Христу из каждого народа, языка и плений, и мы будем частью этого. За это я славлю Господа. Сейчас очень популярно мнение о Боге, любящем, добрым, поддерживающем, дающем надежду и радость, и все это правда. Я скажу на это да и аминь. Но это не полное представление его характера. В Библии нам говорится, что Бог Судья всей Земли. И нам нужно повиноваться ему. И лучше по добру и здорову. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мерфисборе, а также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью Алленом Джексоном. Друзья, мы приближаемся к концу весьма необычного года. Кто бы мог подумать, что 20-й год будет именно таким. Я хочу поблагодарить всех, кто молился о нас. Мы видим результаты ваших молитв. В этом году мы значительно расширили наше служение практически в каждом направлении. Еще в начале карантина, в апреле, мы начали радиослужение в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Мы начали транслировать наши телепрограммы каждый день по всей стране. Сотни тысяч людей услышали Евангелие. Благодаря вашей партнерской поддержке этот год дал множество новых возможностей для благовестия. В преддверии Нового года я призываю вас сделать свой вклад в наше служение. Щедрый партнер нашего служения пообещал удвоить каждый пожертвованный вами доллар в пределах одного миллиона долларов. В качестве благодарности за ваше пожертвование вы получите книгу «Настойчивая вера». В этой книге пастор Аллен учит, как оставаться верным Богу в любых условиях. Не забудьте, что благодаря щедрому другу нашего служения ваше пожертвование будет удвоено, а значит, будет удвоен и ваш вклад в Евангелие. Звоните нам сегодня по телефону на экране или заходите на наш сайт. Мы ждем ваших звонков. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед, мы проводим служение, наша церковь жива, мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта, сегодня мы впервые здесь и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе, это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась, у меня есть Бог и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь, приходите в церковь снова, приглашайте своих друзей, родных, это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Друзья, мы приближаемся к концу весьма необычного года. Кто бы мог подумать, что 20-й год будет именно таким. Я хочу поблагодарить всех, кто молился о нас. Мы видим результаты ваших молитв. В этом году мы значительно расширили наше служение практически в каждом направлении. Еще в начале карантина, в апреле, мы начали радиослужение в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе. Мы начали транслировать наши телепрограммы каждый день по всей стране. Сотни тысяч людей услышали Евангелие. Благодаря вашей партнерской поддержке этот год дал множество новых возможностей для благовестия. В преддверии Нового года я призываю вас сделать свой вклад в наше служение. Щедрый партнер нашего служения пообещал удвоить каждый пожертвованный вами доллар в пределах одного миллиона долларов. В качестве благодарности за ваше пожертвование вы получите книгу «Настойчивая вера». В этой книге пастор Аллен учит, как оставаться верным Богу в любых условиях. Не забудьте, что благодаря щедрому другу нашего служения ваше пожертвование будет удвоено, а значит, будет удвоен и ваш вклад в Евангелие. Звоните нам сегодня по телефону на экране или заходите на наш сайт. Мы ждем ваших звонков. «Настойчивая вера» «Настойчивая вера» «Настойчивая вера» Настойчивая вера» «Отроп 120»